Германия в региональных штанишках, где место Берлина в глобальной политике. Министр иностранных дел ФРГ Хайка Маас недавно посетил Украину с двухдневным визитом. Перед поездкой Маас заявил о намерении побывать в зоне разграничения воюющих сил на Донбассе. Потом планы поменял. Сославшись на неблагоприятные метеоусловия, германский министр поля своей деятельности ограничил кабинетами киевской власти. В контексте нормандского формата. Свой визит Хайка Маас объяснил подготовкой к саммиту в нормандском формате. На деле повестка встречи вышла далеко за рамки нормандского контекста. Как стало ясно после совместной пресс-конференции германского министра и его украинского коллеги, в Киеве обсуждался довольно широкий круг тем. В него вошли строительство газопровода «Северный поток-2», транзит российского газа через территорию Украины, финансовая помощь Киеву со стороны Берлина и, конечно, установление мира на Донбассе. Примечательно, что, говоря о финансовой подпитке киевских властей Германии, Маас оценил ее как равную, которую еще нужно поискать и ни словом не обмолвился о скандальных претензиях президента Украины Владимира Зеленского к канцеляру Германии Ангеле Меркель. Об этих претензиях мир узнал после публикации 25 сентября стенограммы, состоявшегося в июле телефонного разговора Зеленского с президентом США Дональдом Трампом. Возникла определенная неловкость, поставившая главу Украины в несколько двусмысленное положение. Однако Зеленский вскоре нашелся и уже в ходе многочасовой октябрьской пресс-конференции фактически подтвердил претензии к Ангеле Меркеле и Аннуэлю Макрону. Германский министр не отказал себе в удовольствии в очередной раз продемонстрировать некую вербальную значимость Берлина в мировой политике. По его словам, канцелер ФРГ Ангела Меркель добилась от президента России Владимира Путина обещания, что транзит российского газа через украинскую газотранспортную систему будет продолжен и после 2019 года. 5 европейских НАДО. Это заявление Хайка Моаса расходится с практикой переговоров о дальнейшем транзите газа через Украину, в них Германия даже не принимает участие. Наверное, берлинскому гостю хотелось произвести сильное впечатление на политиков в Киеве, и он погрешил против истины. К ней Германия имеет мало отношения. Газовая политика Евросоюза формируется в Брюсселе, как и сам характер отношений стран ЕС к России. Их основные постулаты еще три года назад сформулировала Верховный представитель по иностранным делам ЕС Федерико Магерине и согласовала на специальной встрече министров МИД стран Содружества. В основу политики Евросоюза на российском направлении Магерине поставила пять условий. Выполнение соглашения Минск-2 по Украине, укрепление отношений со странами Восточного партнерства и Центральной Азии, снижение зависимости от России в энергетической сфере, восстановление сотрудничества с Россией по некоторым избранным направлениям, например, по Ирану или КНДР, поддержка развития гражданского общества в России и поддержка контактов между людьми и обмен. Вокруг этой пятерки условий теперь строится вся риторика участников внешнеполитической деятельности европейских стран. По всему видно, что МААС в Киеве не вышел за пределы дозволенного ему и даже подчеркнул, что у Украины есть европейская поддержка. После таких заявлений германского министра российские политологи заговорили о возможном переносе даты саммита нормандского формата с 9 декабря на более позднее время. Берлин демонстрирует политическую беспомощность. Так это или нет, решать будут все-таки в Кремле. Очевидно другое. В Киев-Хай КМААС приехал не столько готовить заявленный саммит, сколько показать внешнеполитическую активность и значимость Германии. В Берлине уже давно пытаются предъявить себя миру, как глобальную, а не региональную державу. Получается не очень. Взять хотя бы украинское направление. Выступив гарантом в разрешении внутриукраинского кризиса, Германия скоро скатилась к безоговорочной поддержке киевских властей и по сути стала их пособником в затянувшемся конфликте. Берлин прощал президенту Порошенко все его политические выкрутасы. Старался не замечать жертв среди гражданского населения, активизации неонацистских сил на Украине и их бесконтрольность перед властями, военных преступлений и ПР. Сейчас МААС в Киеве робко говорит о том, что необходимо добиться принятия украинским парламентом закона об особом статусе Донбасса с подготовкой местных выборов, а также раскрыть преступления, совершенные во время конфликта. Меж тем, все это задачи вчерашнего дня, изложенные в Минских соглашениях еще более четырех лет назад. Можно уверенно утверждать, они не выполнены Киевом с молчаливого согласия Берлина. Получается, Германия не выполнила функцию влиятельной державы, способной разрешать региональные конфликты. А хочется большего. Хочется управлять миром. Недавно в Бундестаге прошли дебаты о роли Германии в Ближневосточном конфликте. Их спровоцировало предложение министра обороны ФРГ Негрет Крамп Каренбауэр создать на севере Сирии зону безопасности под контролем НАТО. Европейцев идея германского министра не очень увлекла, зато берлинский политикум впал в экзальтацию, рассчитывая усилить влияние немцев в этом беспокойном, но важном для мира регионе. Это не первая попытка Берлина полноценно включиться в ближневосточные процессы и конвертировать свою экономическую силу в силу политическую. Еще зимой 2007 года, когда так называемый Ближневосточный квартет по урегулированию конфликта между Израилем и палестинцами, состоящий из представителей ООН, Евросоюза, США и России, взял долгую паузу, Германия инициировала министерскую встречу в Берлине. На нее пригласили генерального секретаря ООН Панги Муна, госсекретаря США Кандали Зурайс, министра иностранных дел России Сергея Лаврова и уполномоченного Евросоюза по внешней политике Хавьера Салану. На встречу в Берлине Мерке сформулировала некие инициативы, призывающие стороны отказаться от применения насилия, признать право на существование государства Израиля исполнить ранее достигнутые договоренности. Однако высокопоставленные гости не увидели в предложениях германского канцелера ничего нового, как не увидели в ней силу авторитетного международного посредника. Встреча в Берлине не стала прорывной и даже не смогла подготовить саммит Ближневосточного квартета. Свой дипломатический провал Меркель попыталась компенсировать поездкой по странам Ближнего Востока. В компанию с собой она взяла министра экономики, представителей немецкой бизнес-элиты. Хотя главной заявленной целью Ваяжа было урегулирование израильско-палестинского конфликта. Потом повестку скорректировали под расширение экономического сотрудничества между ЕС и арабскими странами, в том числе в сфере энергетики. Впрочем, и в этом вопросе особо продвинуться не удалось. В Ближневосточных столицах немцев вежливо выслушали, но инициативы их не приняли. Любопытно, что предложения Аннегрет Крамп-Каренбауэр в ходе дебатов поддержали все фракции Бундестага, включая левых и альтернативу для Германии. Получается, в немецком политикуме вызрел консенсус по роли Берлина в решении мировых дел. Одна проблема, единый порыв немцев Европа не поддержала, а в одиночку им это не осилить. Однако Берлину очень хочется выбраться из региональных штанишек и стать вровень с глобальными державами. Примеров тому много. Например, параллельно с визитом Хайка Моаса в Киев, в Москве гостил бывший министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль. На конференцию в московскую гостиницу «Болчук» его пригласили Германа Российский форум и Российская Германская внешнеторговая палата. Обсуждали главным образом внешнеторговые связи двух стран, но экс-министр не удержался от оценок глобальной политики. Габриэль заявил в Москве, что в международных делах роль Германии должна быть более активной. Особенно сейчас, когда арену глобальной политики, с которой постепенно уходят американцы, начинают осваивать Россию и Иран, подчеркнул экс-министр и добавил, «Хорошо, что Германия демонстрирует сдержанность, но мы не можем постоянно говорить, что за нас кто-то что-то сделает. Когда в мире господствуют людоеды, мы не можем оставаться веганами». Оставим без комментариев грубую двусмысленность. Веганов из Германии советские люди запомнили надолго, которую позволил себе в Москве Зигмар Габриэль. Отметим главное, желание немцев влиять на глобальную политическую повестку не стыкается с их региональной беспомощностью. Как ни крути, кризис на Украине затянулся, в том числе и из-за позиции Берлина. На прошлой неделе в Киеве министр Маас ее подтвердил еще раз.